Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как построить график в программе Excel. Для этого нам нужны данные. Я взял данные о температуре за март месяц нынешнего года, количество дней и ежедневная температура. Чтобы построить график, нам нужно пойти в вкладку «Вставка», «График», «Выбрать график». Соответственно, можете выбирать любой, который здесь предложен. Далее, как видите, график пустой, данные отсутствуют. Для того, чтобы добавить данные, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем «Данные», «Выбрать», «Добавить». Здесь мы выбираем имя ряда. Имя ряда здесь будет «День». И, соответственно, в значении мы должны выбрать значения, которые будут сюда подставлены. Вот это обязательно удаляем и выделяем. Так, все, вот мы все выделили. Сразу нарисовался график. Нажимаем кнопку «Ок». После чего открывается такая таблица «Выбор источник данных». Вот здесь у нас уже, конечно, заданы числа. Но если здесь какие-то, допустим, что-то не целое, 1,1 или какие-то другие, мы выбираем «Изменить». И также выбираем, в данном случае я числа, у меня ничего не поменяется, но если у вас дробные какие-то, у вас здесь поменяется. Нажимаем «Ок». Нажимаем после этого кнопку «Ок». И все, наш график готов. Также мы можем добавить сюда легенду, сменить название графика. Допустим, это будет «Температура за март месяц». «Температура – март». Далее мы можем добавить сюда легенду. Нажимаем вот на этот плюсик. Такое меню всплывающее вылазит. И вот название осей. Добавим название осей. Далее что еще можно добавить? Можем добавить легенду. Легенду у нас вот она. Просто нажимаем «Легенда». Здесь можно, если на треугольник наводим, нажимаем. Можно сверху, снизу, слева. Соответственно, вот здесь показывает, что это дневная температура. Вот эта линия показывает дневную температуру. Ну, соответственно, здесь еще есть данные, есть подписи данным. Как видите, вот на каждом пике будет изображено число, соответствующее данному пику. Но мы это не будем ставить. Таблицу данных можно вывести. Погрешности – это нам не нужно. Линия тренда нам показывает. Это нам здесь тоже неактуально. Ну и, соответственно, все. Вот таким вот образом простым строится график. Кстати, чтобы не настраивать нам стили, цвета уже есть подготовленные стили. Для этого нам нужно вот в этом окошечке нажать на выпадающее меню. И вот здесь нам предложат некоторые стили. Ну, соответственно, вот такой вот красивый можно. В этот раз возьмем черненький. В следующем видео мы рассмотрим, как сделать два графика на одной области диаграммы. И если тебе это видео понравилось, ставь лайк, подписывайся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова